все здравствуйте снова с вами я наталья вы знаете вот еще с помидорками все еще занимаюсь и вот еще сейчас буду сеять в марте как бы высокорослые посеяла сейчас буду высевать низкорослые вот и в этом году я купила совсем не что-то захотелось низких говорю попробую посажу прям вот пораньше они начнут плоды завязывать да вот такие флорида петит или флой но думаю флориды до божья коровка и диспераду значит они совсем вот открывал смотрел сколько семян так штамбовый сорт высота до 25 сантиметров очень декоративно не требует посынкования плоды очень сладкие массой 20 40 грамм устойчив пониженной освещенности можно выращивать на подоконнике и балконе в горшках и контейнерах вот кто на балконе выращивать обратите внимание написано что очень хороший сорт но первый раз потому что я уже несколько лет вот такую мелочь ну 25-30 сантиметров высота а вот в этом году почему-то мне захотелось снова но думаю что смогу посадить например в теплицу горшки и он ну хочу попробовать я экспериментатор поэтому может быть пораньше помидорки будут пусть и мелкие божья коровка это тоже у меня размер мини вкус и урожай макси ампельный ультра скороспелый супер урожайный первые томатики начинают собирать уже на 75 80 день после всходах растение ампельного типа компактные побеги длиной 25 40 сантиметров плоды плотной массой 20-25 грамм ну как черри не растрескиваются ароматные сладкие сочные на вкус так для декоративного зелени а также для дома и балкона в общем вот такой тоже взяла с этой же целью ультра скороспелый вот почему-то захотелось одно время я этим увлекалась я вот такие мелкие покупала высаживала их горшки и они плодоносили отдавали свой урожай их потом я выкидывала а в общем то те томаты только начинались можно даже так сказать но потом как-то это забросила надоело просто все поднадоедает а сейчас вот вспомнилось и снова захотелось вот этот сорт меня привлек тоже но я вот люблю такую форму плодов с носиком как будто сливка до супер урожайный детерминантный штамповый куст тоже можно в горшках и контейнерах выращивать но здесь уже высота в теплице 85 95 в открытом 65 70 не в открытом а в ограниченном объеме грунта вот так написано то есть в горшке 65 средняя масса 60 80 грамм но это уже покрупнее плоды малиновые мясистые снежной сладкой мякотью не растрескивать но вот малиновые мясистые вкусные мне кажется малиновые самые вкусные но это мне так кажется хотя ну как самые вкусные вкуснее красных а вот вообще я люблю оранжевый вот сама я лично вот мне кажется оранжевый самый вкус хотя вот я говорю черри вот белые мне очень нравится по вкусу видите по-разному но мне кажется малиновые вкуснее красных вот тогда я сказала так но опять же не требует посынкования ну вот он конечно повыше но и плодики у него но вот тоже меня уголек в том году я села вот сейчас в раздумьях тоже сеять или не стоит вы знаете хороший сорт но мне кажется вот черника вкусней вот я чернику села это тоже черно-фиолетовая она да с красным румянством ну вот не знаю пока вот мякоть ярко-красная мясистая сладкая ну вот пока он лежит пока вот ну не знаю вот черника на мой взгляд вкуснее и урожай не было а вот это еще тоже покупала блю пиц значит у него метр пятьдесят метр восемьдесят это вот новые пока даже вот ну надо конечно посеять купила вкуснейший томат и от известного селекционера тома вагнера сорт раннеспелый так метр пятьдесят метр восемьдесят плоды 65 95 созревая становится темно-фиолетовыми а затем оранжево-красными синими плечиками плотная кожица не позволяет помидорам трескаться а сизо-зеленые листва предохраняет их от солнцах ожогов вот видите это наподобие будет ну вот попробуем ням-ням вот тоже меня привлек редкое сочетание окраски плодов снаружи и внутри вот они видите кожица но оранжевая а внутри как будто они красный или розовый но сейчас если написано да с оранжевой кожицы не и красной мякотью вы представляете вот эти меня и привлекло я люблю вот такое что-то необычное 1 урожай собирают на 105 в средней полосе рекомендуется для пленочных укрытий метод 60 метр 80 масса 90 грамм на вкус они сладкие сочные с приятным ароматом после сбора хранятся продолжительное время ну вот просто что вот интересный тоже красивый так а теперь на и ну мне вот тут низкорослые или нет кого-то флажок на им тоже маленький или нет флажок ну да вот флажок 80 90 грамм а высота у них метр 45 метр шестьдесят ароматные нот чем он меня привлек даже не знаю может быть вот формой такая тоже с носиком не знаю вот купила сорт сибирский селекс ладно так а вот это низкорослые потому что низкорослые тоже сию ну во первых у меня у мужа брату я всегда сию выращиваю низкорослые ну и себе и чуть-чуть и оставляю для открытого грунта львенок это вот тоже я в этом году купила скороспелый желтоплотный так он у нас 50 60 сантиметров кисть 57 штук масса 100 грамм но первые 120 150 в общем то что желтенький вот я купила ну и название львенок такой жаворонок вот жаворонок я кстати очень хорош но это гибрид f1 но сорт очень хороший вы знаете в открытом грунте он у меня но под укрывным материалом я его выращиваю причем я вот у меня была грядка они у меня деревом отделаны грядки и я сажала как несколько перцев вот грядка допустим трехметровый у меня ширина 60 отделаны деревом несколько перцев с одного края с другого края там несколько баклажан ну штуки 3 например а посередине помидора и вы знаете всегда хороший урожай всего и перцев и баклажанов и помидор но вот жаворонок именно вот он у меня сидел вот в такой грядке очень меня поразил во первых фитофторой он не заболел я не обрабатывала его даже плоды завязываются очень хорошо несмотря на то что это была улица вкусные но знаете они конечно такие не мягкие а плотненькие не плотные плотноватые ну не знаю вот между мягкими и очень плотными вот так и вот в том году его он у меня закончился не было я его почему-то не не нашла в фирмах но я заказываю через интернет или уже не было или просто не было а вот в этом увидел игры нет все-таки опять возьму потому что вот 003 грамм но не знаю сколько это будет семян в общем высота у него 75 90 ультра скороспелый но в теплице тоже можно это я просто в открытом плоды 110 120 грамм плоды очень хорошие прям такие все ровные и вы знаете вот в кисти их но я не знаю сколько там 67 вот вот так вот вы знаете они все одинаковые вот бывает так что там крупные средние помельче вот эти все как на подбор но может потому что гибрид такие все ровненькие даже на улице вкус отличный насыщенный томатный так гибрид хорошо завязывать плоды даже при неблагоприятной погоде и толерантинг фитофторозу стабильно урожаен но вот видите про него так и пишут вот это так и есть поэтому вот кто в подмосковье на улицах еще пытается тоже многие отказались но я почему то ли потому что остается то ли но как-то всегда я хоть 5 кустов но у меня сидит в том году это были монгольские карлики алтайский мед я даже помню и какие-то еще партнеровские уже не любаша и еще какие-то но это помимо черри вот такой катрина чудо помидор но это сады россии опять горю описание у них никакое из серии супер помидоры ценится стабильной высокой урожайностью ранним и дружным созреванием выносливостью к погодным условиям устойчивостью к фитофторозу великолепные вкусовые качества присущие только томатам открытого грунта но вы знаете что интересно ведь вот действительно в открытом грунте помидоры вкуснее и вот иногда вот я может поэтому и высаживаю что вот ну действительно они вкуснее но единственное надо вот конечно какие-то ультра скороспелые чтобы они успевали отдать свой урожай вот подмосковье я говорю про подмосковье до стена ровных достаточно крупных безукоризно красивых помидоров ну вот вы знаете уже говорила описание у садов россии как таков нет ни массы но тем не менее всегда что-то покупаю все равно от садов россии потому что видно вот прельщает название чудо помидоры так 15 штук мы посмотрим а вот этот купила в магазине ходила в магазин и вот увидела стерлядь и говорю что-то я про нее слышала семена не дешевые 67 рублей ну средняя сейчас как говорится цена ну не 25 и а может 8 нет 60 около 70 ладно большой лов целый косяк плодов в общем хит продаж семена алтая не знаю ну вот буду высевать 5 штук всего большой лов целый косяк плодов но это все литература так скажем лирика так раннеспелый супер урожайный гибрид в открытом и теплицах растение детерминатная компактная вкус усыпан красивыми насыщенно красными плодами удлиненной формы масса 100 150 грамм характеризуется отличной плотностью плодов и хорошей сохраняемостью на кусте обладает с высокой устойчивостью к пятнистости увяданию но не к фитофторозу предназначен для потребления в свежем виде консервирование сушки и промышленной переработки но вот если к сушке значит суховат но попробую что-то я про него где-то читала или может быть смотрела у блогеров не знаю ну вот тем не менее вот купила ну хоть одну штуку ну посажу посею ну себе конечно не одну потому что может не взойти сеешь как правило 3 чтобы оставить одну потом если они все взойдут опять же но вот в общем вот такие в основном низкорослые томатики да вам показала тоже это все новые то что я купила поэтому вот просто вам зачитывала сама не знаю вот эти вообще говорю взяла потому что может быть в горшке может быть куда-то подсажу раньше я вот это все любила мне нравилось это так вот на грядках что-то куда-то подсаживала знаете каким-то там овощам где не очень я подсадить могла кустик помидора чтобы было красиво то есть но нравится мне вот такой что-то разбавить где-то что-то ну в общем так это на вкус и на любителя ну вот я лично в открытый грунт сею каждый год иногда конечно фитофтор накрывает вот тот год засуха была и жара поэтому конечно пришла она поздно к некоторым к некоторым вообще не пришла да спасибо погоде ну вот тем не менее вот так в итоге посмотрю что получится но вот сейчас уже у у меня есть помидорки да я уже высевал но я высеваю в несколько сроков и вот есть у меня разные есть побольше есть поменьше есть вот такие уже а вот это кстати сорт вы знаете органза я даже подписала это вот продавался купила я в магазине просто помидоры мужу захотелось салат это было в феврале наверное я купила да и я купила помидоры вы знаете органза но они много где их продают это россия в теплицах видимо выращивают очень красивая такая форма он даже но не сливка такой как или крупная сливка и очень красивого медово-оранжевого цвета кожица такая тонкая но вы знаете я лично в этот период помидоры не ем у мужа спросил он где нормальный вкус но запах был хороший ну и вот я кинула ну кинула много семян прям вот знаете вычистилась помидоры и прям вот но ответь ну какие-то я вырвала потому что они были ну какие-то такие дохленькие но вот в итоге три осталось такие вот они ровненькие ну чуть-чуть под вытянулись но ничего в помидорах это не страшно как я всегда говорю просто сначала ну как-то под задержалась я лампы включать а было темновато ничего страшного но тем не менее вот видите и ну посажу одно растение конечно понаблюдаю просто интересно такой же будет или нет потому что если это не сорт то конечно может уродиться что-то другое ну вот так а так много у меня не так много но уже есть помидорки а покрупнее помельче вот вот такого плана джалу санта это кстати тоже но в обзорах я показывал урожайный сорт низкорослый тоже вот то есть вот но растут уже растут вот этот тоже такой но вот это мои первые посевы шаньки это кстати вот один тоже остался было несколько очень были вытянуты и вот оставила один потому что не люблю в общем сети еще март сеем помидорки раннеспелые потому что 60 дней до высадки это как раз будет то время когда у нас уже прогреется земля не будет возвратных заморозков поэтому сети радуйтесь сходом ухаживайте выращиваете а потом радуйтесь плодам ну пока пока